Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня, Цвейн Зильбер, израильский журналист. Здравствуйте. Шалом, слава Украине. Героям слава, шалом. Сегодня Международный день жертв памяти Холокоста, страшная трагедия 20 века. В 21-м Россия творит кровавые преступления. Считаете ли вы, что Путин – новый Гитлер? О, очень сложный вопрос. Вы знаете, не каждый кровавый тиран все-таки Гитлер, потому что, когда мы используем слово Гитлер для сравнения, то мы таким образом девальвируем. Девальвируем нацизм, девальвируем гитлеризм. И я думаю, что все-таки, при всем при том, что украинская трагедия, несомненно, вопиющая, и мы бесконечно соболезнуем, бесконечно сочувствуем всем, кто погиб, всем, кто пострадал. Девальвируем нацизм. Их гнали на убой, и ни одна страна их не принимала. Швейцария приняла специальный закон против то, что они назвали «фюдинг», против евреизации Швейцарии. То есть они посчитали, что слишком много еврейских беженцев к ним приехало, и они должны их ограничить определенной квотой. Британская империя, такая вся демократическая, такая вся либеральная, ввела очень жесткие квоты, которые назывались «политикой Белой книги», и не пускали евреев в Палестину, потому что они не хотели портить свои отношения с арабами. И по этим квотам в Палестину не могло приехать более 30 тысяч человек в год. И, разумеется, шла нелегальная миграция, но дело не в этом. Да, известен пример корабля, который вез еврейских беженцев из Германии, который совершил кругосветное путешествие. И ни одна страна мира, включая Африку, не приняла этих беженцев. В конечном итоге они все вернулись в Германию и, в конце концов, погибли в лагерях смерти. Поэтому я думаю, что нельзя, ну, как бы, не каждую трагедию, не каждую трагедию надо сравнивать с Холокостом, потому что Холокост – это было нечто уникальное в мировой истории. Такого никогда больше не было, и я надеюсь, что такого никогда больше не повторится. Хотя, вне всяких сомнений, то, что сегодня Путин творит в Украине – это геноцид. Вне всяких сомнений, это геноцид. И это признали на международном уровне во многих инстанциях. В этом у меня нет никаких сомнений. Это геноцид украинского народа, геноцид всего украинского. Но все-таки, слушайте, очень много параллелей между тем, что делает Путин, между тем, что делает путинская пропаганда и гитлеризмом. Очень много. Но вот когда началась вот эта совершенно оголтелая пропаганда, которую называла украинцев нацистами, и они же до сих пор называют там, они же не говорят, что Россия воюет там с украинской регулярной армией, они же говорят, что они воюют с какими-то нацистами мифическими, то было направлено в российский МИД коллективное письмо еврейских организаций и, главным образом, ученых-историков, которые занимаются изучением Холокоста. Они призвали Россию перестать брать в рот вот эти слова фашизм, нацизм, нацисты, потому что тем самым они это девальвируют. И если называть демократическую страну с президентом-евреем, называть их нацистами и сравнивать их с нацистским режимом, то, соответственно, у человека, который находится, ну, скажем так, который не в теме, да, создаются впечатления, ну, если это нацизм, то, наверное, и гитлеровский нацизм, это было не так страшно, да, ну, да, ну, были какие-то там, какие-то страшные вещи, но в общем и целом, да, ну, нормально. Поэтому вообще использование этих слов в Израиле тоже, кстати, я скажу, что мне очень не нравится, когда в израильском политическом дискурсе вдруг начинают использовать это слово. Нацизм, фашизм, Гитлер и так далее, и так далее. Это не должно быть. И, кроме того, я считаю, что то, что происходит сегодня, оно абсолютно никак не связано с историей со Второй мировой войной. Вот я сегодня в моем утреннем эфире цитировал статью Бернара Анри Леви. Бернар Анри Леви – это очень известный французский еврейский философ, интеллектуал, мыслитель, писатель, который назвал свою статью сегодня очень таким броским названием. Она называется «Еврейское украинское сердце». И Анри Бернар Леви в этой статье пишет, что да, действительно, на территории Украины происходило очень много кровавых преступлений против еврейского народа. Но надо при этом различать две Украины. Первая Украина – это Украина советизированная, это Украина, которая разрывалась между советской и гитлеровской оккупацией. И это Украина, от которой… Вторая Украина, современная Украина, демократическая Украина, Украина, которая выбрала президентом еврея Владимира Зеленского, от которой Украина отличается. И чем отличается вторая Украина от первой? В первой Украине кричали «Бей жидов, спасай Россию». Во второй Украине хотят избавиться именно от этой вот России. И вместе с ней от всей вот этой черносотиной антисемитской риторики, которая там существовала в Российской империи, которую распространяли черносотинцы, в том числе и среди украинского населения. Поэтому вторая Украина сделала свой демократический выбор. Вторая Украина выбрала президентом человека, чья семья пострадала в Холокосте. Человека, который происходит от людей, переживших Холокост, чья семья пережила Холокост. Не могу подобрать хороших слов, правильных. Но это именно так. И это совсем другая Украина, надо это понимать. И то, что происходит сегодня, никоим образом не имеет никакого отношения к тому, что происходило во время Второй мировой войны. И вы знаете, я думаю, что это одна из целей путинской пропаганды, все сводить ко Второй мировой войне. Что вот во Второй мировой войне были бендеровцы, и вот эти бендеровцы, они до сих пор воюют против братского российского народа, в кавычках. Да, опять же, в кавычках. Это никакого не имеет отношения к тому, что происходит сегодня. Четырехлетняя девочка Лиза с синдромом Дауна, которая погибла от российской ракеты. Да что я говорю, погибла от российской ракеты, которая была убита путинским режимом в Виннице. Она не имела никакого отношения ни к бендеровцам, ни к Чехову, ни к защите русской культуры. Вообще замечательная, конечно, культура, гениальные совершенно писатели, поэты, композиторы, творчество которых надо продвигать при помощи танков и ракет. Ах ты сволочь, ты не любишь Чехова? На тебе ракету, мы разрушим твой дом, мы убьем твою семью. Ты будешь, сука, любить Чехова? Вот это, понимаете, то, чему сегодня противостоит Украина. Это не Холокост. Я ни в коем случае не хочу это называть Холокостом. Холокост – это уникальное историческое событие, которое коснулось двух народов – еврейского и цыганского. Я все-таки не считаю, что Холокост – это было направлено только против евреев, и только Израиль сегодня выступает от имени жертв Холокоста. Еще был один народ, который уничтожали, трагедию которого потом признали очень и очень частично, не выплатили никаких компенсаций. И до сих пор даже никто не знает, сколько представителей ромского народа погибло тогда от рук гитлеровцев. Но то, что происходит сегодня – это совершенно небывалая война между свободой и рабством, между демократией и гулагом, и черносотенством. И поэтому здесь как бы моральная позиция очень простая. Здесь нет никакого выбора, здесь нет никакой дилеммы. Точно так же, как и в Холокосте. Прежде чем мы продолжим, попрошу зрителей обратить внимание, что в описании, если вы нас смотрите на портале «Фабрик.Новен», будет ссылка на мой персональный YouTube-канал. Пожалуйста, подпишитесь. Господин Зильбер, на какие социальные сети стоит обратить внимание? Ваш Twitter, может быть, Telegram-канал, Facebook? Мы вещаем в Facebook и в YouTube. Мы называемся «И там, и там, лучшая радио Израиль». Мы каждый день делаем три специальных эфира, посвященных главным событиям в Израиле и в мире. Мы очень много... С 24 февраля мы очень много внимания уделяем Украине и всей этой войне. С 9 до 10 утра, ну, по израильскому времени, который совпадает с украинским временем, я делаю обзор израильской прессы, ну и, конечно, занимаюсь последними новостями. С 2 до 3 у нас обычно интересные, актуальные темы, такой актуальный журнал. И с 5 до 6 у нас обязательно очень интересный спикер. В основном это представители российской оппозиции и украинцы. У нас бывают многие известные в YouTube личности, Алексей Арестович и Марк Фейгин и многие-многие другие. Поэтому я призываю подписаться на нас в YouTube и в Facebook. В Twitter нет, но в Telegram у нас есть канал, который называется «Обзиратель». Вот в Telegram надо как-то называться оригинально по-другому, не «Лучший радио», а «Обзиратель». И там мы тоже даем ссылки на все наши эфиры, там много новостной информации, поэтому такой очень полезный Telegram-канал. Я продолжу. Ночью 27 января Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора газа. В полночь на юге страны была объявлена воздушная тревога. Вот, наверное, две страны сейчас сообщают о том, что звучит воздушная тревога. Ну, не только две, но вот в частности, вы как представитель Израиля, я как представитель Украины. У нас вчера целый день были воздушные тревоги и обстрелы. На ваш взгляд, чем война в Украине отличается от войны в Израиле? Слушайте, война в Израиле, она война гибридная. Это можно сравнить с тем, что было в Донбассе с 2014 года, когда просто время от времени сепаратисты обстреливали приграничные районы. Ну, я имею в виду последние, скажем, последние 30 лет, потому что после первой антифады, даже, можно сказать, последние 20 лет, после того, как Израиль вывел свои войска полностью из Газа, эвакуировал все еврейские поселения из сектора Газа, и после того, как там власть перешла к Хамасу, то эта война в основном гибридная. То, что происходит сегодня в Украине, это открытая война, которую можно сравнить, не знаю, со Второй мировой войной, с Первой мировой войной. И действительно, к ней сегодня имеют отношения очень многие страны мира, непосредственно отношения, которые, ну, нельзя сказать, что воюют на стороне Украины, но всячески Украину поддерживают на политическом, экономическом уровне, поставляют в Украину оружие. То есть можно тоже сказать, что эта война, в общем-то, не между двумя странами, а между двумя лагерями, мировыми лагерями, двумя идеологиями, демократической и авторитарной. Но в Украине есть очень большая такая оперативная глубина. В Израиле ракета летит полторы минуты. Поэтому это дало скачок технологиям. В Израиле есть технологии против этих ракет. Хотя террористы тоже постоянно пытаются как-то усовершенствовать свои технологии. И когда Израиль научился справляться при помощи железного купола с этими мелкими ракетами Касан, то появились, например, воздушные змеи, воздушные шарики, которым просто привязывали какую-то зажигательную смесь какую-то и направляли на территорию Израиля. Просто шарики летели по ветру, или там воздушные змеи летели по ветру. И на израильской стороне начинались страшные пожары. Особенно в сухую погоду. Это просто было, ну, даже, скажем так, наносило больше вреда, чем ракетные обстрелы. И с таким террором, скажем так, террором для бедных, террором, который практически не требует никаких затрат, бороться очень и очень трудно. Но я все-таки верю в технологии. Вот сейчас Израиль работает над лазерной пушкой, которая будет сбивать все эти мелкие ракеты, воздушные змеи, воздушные шарики. И это не будет стоить больших денег, потому что, например, один выстрел из железного купола стоит порядка 80 тысяч долларов. Сбивать им Касан, который стоит 50 долларов, изготовление которого стоит 50 долларов, это, конечно, очень разорительно. И в этом смысле я могу сказать, что эти войны Израиль, конечно же, выдерживаются этим, ну, военные операции, скажем так, можно назвать их войнами, конечно, официально они войнами не называются. Израиль выигрывает только потому, что они длятся относительно короткое время, и там, не знаю, месяц-два, и это все заканчивается. Потому что, ну, соотношение расходов очень-очень разное. В секторе газа кустарным образом можно наклепать очень много таких вот ракет, и именно этого Израиль и опасается. Стреляют они точно так же, как и россияне, куда попало. Главным образом, чтобы были потери со стороны Израиля, мирное население, естественно, в первую очередь мирное население. Но на протяжении многих лет, когда Израиль подвергается этим ракетным обстрелам, у нас уже выработалась определенная сознательность в обществе, особенно среди людей, которые живут при фронтовой полосе. Они не пренебрегают воздушными тревогами, они моментально эвакуируются. Практически в каждом новом доме построенном есть бомбоубежище, защищенная комната, так называемая, в том числе и на случай применения химического оружия. Там можно закрыться и даже пережить химическую атаку. На улицах есть специальное убежище. Ну и народ просто привык уже к тому, что... То есть народ уже знает, что надо предпринимать в таких случаях. Это тоже очень важно. Есть и системы раннего оповещения об обстрелах, которые, кстати, Израиль сейчас поставляет в Украину. Она называется ЦВАДОМ, красный цвет. Вот эта система доказала свою эффективность. Она очень быстро засекает вражеские ракеты, как маленькие, так и большие. То есть эти же самые шахеды, иранские дроны, она тоже засекает и подает сигнал тревоги. Я надеюсь, что она в Украине спасет человеческие жизни. Вот о том, что Израиль передает или не передает Украине, как раз хотел бы поговорить далее. Минобороны США две недели назад обращалась к Минобороны Израиля с просьбой передать Украине старые зенитные ракетные системы ХАУК, производство США, которые были сняты с вооружения 10 лет назад и находятся на хранении. Однако глава политического департамента Министерства обороны Израиля Дрор Шалом заявил в ответ, что его страна не принимала никаких изменений в своей политике относительно отказа от предоставления оружия Украине. Почему Израиль не хочет предоставлять Украине вооружение? Ну, первое, что надо сказать в этой связи, что ракеты ХАУК очень плохо себя зарекомендовали. Они практически ничего не сбили. Это факт. Ракеты ХАУК плохие ракеты. Сейчас, конечно, их модернизировали, установили там новые системы. Не знаю, может быть, сейчас они более эффективные. Но в Израиле ракеты ХАУК показали свою полную несостоятельность, потому что они ровно ничего не сбили. Просто ноль. Ноль поражения целей. Плохие ракеты. Но дело не в этом. Мы поговорим о том, что Израиль поставляет Украине или не поставляет Украине. Я слежу за этой темой, начиная с 24 февраля. Я был уверен, что Израиль будет помогать Украине более активно. Но, исходя из того, что мы знаем, давайте скажем так, исходя из того, что мы знаем, Израиль помогает Украине в основном гуманитарно. В основном. Но у Израиля есть очень большая история нелегальных поставок оружия в самые разные места, в том числе и в режимы, которые нам очень не нравятся из-за поставки израильского оружия туда. Мне довольно стыдно. В частности, например, Ирану, иранскому режиму, тому самому исламистскому иранскому режиму, Израиль поставлял оружие. Да-да-да, не удивляйтесь. Это было во время Ирано-Иракской войны. И у нас совсем недавно была опубликована переписка между Рейганом и Маргарет Тэтчер, где Маргарет Тэтчер просто в очень-очень жестких формуляциях, как высказывалось по поводу Израиля. Потому что Израиль тогда сделал совершенно неправильные выводы из ситуации и посчитал, что Ирак во главе с Адамом Хусейном представляет, как арабская страна, представляет для Израиля гораздо большую опасность, чем Иран. Соответственно, Израиль в этой ситуации должен поддержать Иран. В то время как Соединенные Штаты и Великобритания считали Иран большей угрозой. Понятно, что Израиль совершил тогда большую стратегическую ошибку, но надо учитывать, что на Ближнем Востоке есть своя история тысячелетняя, и иудеи с шиитами всегда были союзниками на Ближнем Востоке. Возможно, это сыграло свою роль. Но еще до этого, да, помните, была такая сделка Иран-Контрас. Иран-Контрас, в рамках которой тоже было Ирану поставлено израильское оружие. Израиль имеет очень богатую историю поставок оружия в самые разные страны, в самым разным режимам, и я не удивлюсь, если после войны мы узнаем много всего интересного. Кстати, замечательный военный обозреватель Игаль Левин, израильский офицер, который живет в Украине и ведет телеграм-канал соответствующий, он очень хорошо разбирается в этих вопросах, у него много инсайдерской информации. Вот он был у нас в эфире, он сказал совершенно недвусмысленно, что после войны мы узнаем много чего интересного. У Израиля, ну, у каждой страны есть свои интересы. Я не буду сейчас повторять вот эти банальности, что Израиль преследует свои интересы, Израиль не за Россию, не за Украину, а преследует свои интересы, это все банально. У каждой страны есть свои интересы, разумеется, у каждой страны есть свои интересы. Но у России есть на сегодняшний день серьезные рычаги давления на Израиль. Прежде всего это Сирия. Сирия фактически сегодня является российским вассалом. У Израиля большая граница с Сирией, которая требует защиты, превентивных мер всевозможных. И для России ничего не стоит эскалировать там ситуацию. В Сирии сегодня сталкиваются интересы Израиля и Ирана. И Израиль время от времени уничтожает там различные иранские объекты. В том числе, кстати, фабрики по производству шахидов. Я не знаю, производят ли там те шахиды, которые потом прилетают в украинские города. Не знаю. Но такие фабрики Израиль уничтожает и производство шахидов, шахедов, вот этих беспилотников в Иране сокращается. Вот. Поэтому, да. И разумеется, я не знаю, насколько это правда, но очень многие об этом говорят. Существует некое негласное соглашение между Израилем и Москвой, что касается иранских объектов, у Израиля есть там определенная свобода действий. И российские ПВО не реагируют на израильские самолеты. И поэтому Израиль чувствует себя в сирийском небе довольно спокойно. Я не знаю, насколько в этой ситуации Россия может давить на Израиль, но мне кажется, это очень серьезный фактор. Второй фактор – это еврейская община, которая проживает в России, потому что Израиль получал уже совершенно недвусмысленные угрозы по поводу того, что если Израиль будет слишком помогать Украине, то еврейская община России может пострадать. Об этом были публикации в газете «Джерузолинпост». Вплоть до того, что израильтянам намекали совершенно напрямую. Ребята, Путин является главным защитником евреев России. То, что вы делаете, может привести к падению путинского режима. Если Путина не будет, то вслед за ним придут абсолютно черносотенные силы. И тогда с российскими евреями может случиться все самое плохое. Разумеется, это тоже рычаг давления на Израиль. Я уже не говорю про закрытие Сахнута. Кремль решил себе еще один такой сделать рычаг давления на Израиль, закрыв еврейское агентство. Это, кстати, совершенно потрясающая история. Это дело, сфабрикованное просто на пустом месте. И стоит только упомянуть, чтобы вызвать у наших зрителей, у наших слушателей вызвать улыбку. Последнее заседание московского суда, я не помню какое, по-моему, Химкинский, неважно, черт с ними. Значит, собрались представители Сахнута, собрались их адвокаты, прокуроры, все пришли. И, значит, вышел представитель суда и сказал, что заседание отменяется, потому что мы получили по электронной почте сообщение о том, что в здании суда заложена бомба, поэтому нам надо проверить это здание и просим всех покинуть, а в следующем заседании мы вас проинформируем. Пока по политическим соображениям понятно, что это политическое дело. И приговор будут выносить не в суде, а приговор будут выносить в администрации Путина, в аппарате президента. Поэтому пока вот это осталось в таком подвешенном состоянии. Но я хочу сказать, что за эти полгода, пока эта вся история варится, Израиль прекрасно научился справляться без Сахнута, без еврейского агентства. И репатриантам достаточно просто уехать из России. Они приезжают уже в Израиль непосредственно со всеми документами и все оформляют здесь на месте. Поэтому закрытие Сахнута абсолютно никаких неприятных вещей Израилю не принесет. Но, тем не менее, российско-еврейская община – это тоже определенного рода заложники, которые создают еще один рычаг давления на Израиль. Ну и третий фактор, конечно, который я не могу не упомянуть – это возвращение Бениамина Нетаньяла. Если прошлое правительство в открытую высказывалось в осуждении войны в Украине, Яир Лапид, еще будучи министром иностранных дел Израиля, осудил эту войну, осудил Бучу, осудил много вещей. То есть он высказывался по этому поводу довольно открыто, хотя реально это никак не сказывалось на помощи. Но, вот, например, буквально на прошлой неделе нам стало известно о том, что снаряды для украинской артиллерии, которые Украина получила от американцев, они перекидывались именно со стратегических складов американцев в Израиле. В Израиле еще со времен войны судного дня есть огромные американские склады, склады американского оружия. Они принадлежат не Израилю, они принадлежат американской армии. И держатся там на всякий случай, если вдруг начнется какая-то война на Ближнем Востоке, и Америка будет вынуждена в нее вмешаться, то, соответственно, она будет использовать все, что хранится на этих стратегических складах. Эти снаряды ушли все в Украину. И важно здесь подчеркнуть, что израильское правительство должно было дать свое согласие. Американцы попросили израильское правительство дать свое согласие. Израильское правительство свое согласие дало, и снаряды уехали в Украину. Это было опубликовано буквально на этой неделе. И это тоже характерно. И кроме того, давайте не забывать, что Нетаньяу очень-очень опытный и пораженный политик. Он, да, он дружил с Путиным, когда это было модно, когда это приносило ему большие международные и политические дивиденды. Но совершенно не факт, что он будет действовать в путинском фарватере. Все-таки Израиль – это исторический союзник США. И Венявин Нетаньяу прекрасно понимает, насколько токсична сегодня может быть дружба с Нетаньяу. Может быть, израильское правительство не будет внятно озвучивать свою позицию. Но то, что будет продолжаться помощь, и не только гуманитарная, просто мы об этом узнаем позже, у меня нет никаких сомнений. Тем более, что израильские военные компании частные, они уже довольно эффективно научились. Я говорю, в Израиле очень давняя история поставок вооружений самым разным странам. О помощи Запада, западных стран Украины. Западные союзники решились на отправку танков в Украину. Они поставят половину от того количества, которое запрашивал Киев. Далее на очереди истребители. Что запрашивал Киев? Наверное, отсылка к интервью Залужного, в котором он говорил про 300 танков, 700 БМП и так далее. Называя это количество необходимой техники, главнокомандующий Залужный имел в виду потребности конкретной операции для полной деоккупации украинских земель. Нужно больше техники и вооружения, сказал министр обороны Алексей Резников. То есть получается, что Украина сейчас получит половину от той техники, которая нужна Залужному для одной конкретной операции, а не для деоккупации Украины целиком. На ваш взгляд, почему, если вот Западный мир, Соединенные Штаты, страны НАТО, собираемся в формате Штайнмайера, не может одномоментно передать Украине ровно столько вооружения, сколько нужно для того, чтобы победить Россию? Почему нужно нарезать хвост кусочками? Вы знаете, ну, ответ на этот вопрос, я думаю, он довольно сложный, но он состоит из многих составных частей. Некоторые из них хорошо известны, в частности, необходимость подготовки персонала, надо подготовить танкистов, обучить их водить самые разные модели танков, которые значительно отличаются. Я думаю, что на это требуется время, хотя украинцы научились проходить подготовку гораздо быстрее, чем это принято в программах обучения на военных курсах в разных странах НАТО. Второй вопрос – это наличие этой техники в запасе, наличие исправной техники в запасе, потому что если эти танки стоят на каких-то дальних складах долговременного хранения, как, например, в Соединенных Штатах, эти Абрамсы, то не факт, что они в рабочем состоянии, значит, их надо проверять, значит, их надо ремонтировать. И главным образом же, в чем преимущество этих танков – это электронная прошивка. Это все надо проверить, насколько оно работает, насколько оно координирует свои действия со спутниками, потому что точность прицеливания, способность работать в ночных условиях этих танков – вот это его основные преимущества. Я думаю, что картину поставок надо воспринимать в общем целом. То есть американцы поставляют в комплексе какие-то вооружения, они должны понимать, как эти вооружения будут совместно взаимодействовать, не попадут ли они в качестве трофеев российской армии, и насколько эффективно они могут применяться. Я думаю, что это тоже один из факторов, потому что Украине сегодня приходится воевать огромным количеством вооружений самых разных видов. Это вызывает проблемы с логистикой. Это тоже, я повторяю, опять же таки вещи известные, которые, наверное, каждый военный обозреватель уже озвучивал по поводу логистики, по поводу запчастей, по поводу техобслуживания и так далее. Что касается психологического фактора, по поводу того, чтобы не допустить эскалации с Россией, мне кажется, этот порог уже, Запад уже перешел. И то, что произошло, вот этот момент, когда все-таки Запад объявил о поставке танков, мне кажется, это уже последняя ступень, на которую они поднялись, после которой уже дальше никаких заминок не должно быть. Они не боятся больше Путина, они не боятся больше его угроз. Путин не нападет на Германию, Путин не нападет на Америку, ну, если не считать его просто полным безумцем и самоубийцей. Путин уже использовал все свои скрытые возможности, которые только мог. Я думаю, что у него не осталось уже ничего, кроме ядерного оружия, чтобы он мог еще использовать. Но он понимает, что ядерное оружие – это все, это конец, это конец его режиму, это конец его физически, это конец его жизни. И мне кажется, что Запад уже поднялся на эту последнюю ступеньку, после которой поставки вооружения Украины будут расширяться. Я даже думаю, что на сегодняшний день для Украины гораздо важнее, чем танки, вот эти дальнобойные «Хаймерсы», «Атакамсы» и дальнобойные ракеты для «Хаймерсов», потому что вот сколько в последнем «Рамштайне» решили 16, 18 новых «Хаймерсов» поставить Украине, вроде бы эти «Хаймерсы» уже идут с прошивкой под более дальнобойные ракеты. Вроде бы. И это очень хороший признак, потому что прежде чем начинать наступление при помощи бронетехники, а бронетехника в Украине есть, потому что БМП и БТР поставили Украине даже больше, чем Украина просила. Вот эти французские легкие танки – это же тоже фактически БМП, только с пушкой. Это же не танк, но он называется танк, но это фактически тоже БМП, боевая машина пехоты. Поэтому для того, чтобы эти танки пошли, не танки, а бронетехника, скажем так, пошла в какое-то контрнаступление, главным образом все ожидают контрнаступление в Запорожской области, выход на Мелитополь, на Бердянск и блокаду Крыма, для этого нужно сначала вынести все склады, в том числе и на севере Крымского полуострова. И для этого нужны атаковцы, для этого нужны дальнобойные ракеты для Хаймарса. Мне кажется, на данном этапе это даже важнее, чем танки, и пока еще их не поставляют. Я надеюсь, что это вопрос ближайших двух-трех недель. Как сказал Шарль Мишель, две-три недели ближайшие это просто будут решающими, и я надеюсь, что речь идет именно о поставках таких ракет. Ну, а танки, это возьмет время, пока их пришлют. Немецкие «Леопарды» придут, в лучшем случае, в конце марта. Американские «Абрамсы», они обещают в течение года поставить. Британские «Челленджеры» тоже до конца марта. Так что это будет приходить постепенно. Польша пообещала в течение двух недель, если не ошибаюсь, помочь. Польша – это братская страна. Польша и так уже передала, по-моему, более трехсот танков в Украине. Польша просто готова отдать все, что у нее есть, и за это ей большой-большой-большой-большой огромный респект. Но давайте не забывать, что самым большим поставщиком танков в Украине является Российская Федерация. Вспомните Харьковский драб, когда украинская армия захватила просто сотни готовых танков, боеспособных танков, которые, разумеется, пойдут против России. – Господин Зильберг, я вас благодарю. Спасибо большое за интересный и насыщенный разговор. – Спасибо вам. – И зрителям тоже спасибо. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok